Здравствуйте! У нас тёплое, хорошенькое утречко. Пушка вышла прогуляться и засела на мостике. Кстати, Пуша – любимое место Бонифация. А я топаю открывать теплицы. Денёчек опять будет жаркий, но пока ещё ветерок, прохладно. И надо поскорее успеть разделаться со всеми домашними делами, чтобы вновь взяться за покус. Что делать? Куда деваться, Пушонок? Так или иначе, со всеми этими зарослями надо каким-то образом разбираться. Нет, безусловно, тут я косить не стану, маргаритки оставлю. Ну, живучек ползучий устроился у меня около падающего забора. Надо его вынимать, переставлять. Ой, но это не в этом году. Надеюсь, продержится. Впрочем, не знаю, дойдёт ли дело сегодня до моего участка. Ещё куча работы около скворечника, и за баней, и около... Сарай, и за забором покосить. Ладно, посмотрим. Травка не убежит, она растёт. Лишь бы не переросла. Надеюсь, что до подобного я её не допущу. Так-то там поаккуратней. Пушонок, не окунись. Ладно, скоро приедут ребята на утреннюю планёрку. Надо всё быстрее сделать. Ну, всё. Состоялась непродолжительная планёрка, кофеёк. У мастеров свербит. Запрыгнули в машину и ринулись к объекту. Ох, в часикам к одиннадцати, когда будет совсем жарко, непременно загляну. Ну, а сейчас снять тренировочные брюки. Чистую, приятную домашнюю одежду. Одеть вот это вот. И приступать к покосу. Пора, пора. Вдохновила с примером наших тружеников. И надо браться за покос. А развернуться тут есть где. Оставить только не забудьте. И он защищён покрышкой. Вроде бы даже цвести собирается. Вот эта полянка. Вот эта площадь за баней. Ну, и далее уходим за забор. Одна радость. Большая часть трудов моих нынче будет проведена в тенёчке. Но по-любому надо торопиться. И тащить сюда инвентарь. Ну, всё. С покосом по наружному периметру закончено. Убрала всю лишнюю траву вокруг скворечника, сарая и бани. Вышла на финишную прямую. И, описав круг почёта, вернулась в своя си. И вот сидела я в тенеке, да голову ломала. Стоит ли сегодня своим участком заниматься? Время-то всего лишь полдесятого. Управилось. Но жарковато. Впрочем, у меня тенёк. А, сирень расцветает. Склонилась под своими огромными гроздьями. И уже пора прощаться с тюльпанами. Ну, вот. Последний день, наверное, доживают. И после полива уронят свои лепестки. Такие красивые, таинственные. Но у меня тут оказался один практически чёрный тюльпан. Вспоминается замечательный французский фильм. А, фан-фан тюльпан. Фан-фан тюльпан. Ну, вот. Какие лепестки. Но всё же они уже пожухли. И эти очаровательные розовые. Скоро окончат своё существование. Нет. Всё-таки надо приводить участок в порядок. Действительно. Целый день потратить даже полтора на соседний. В принципе, тоже мой. И со своим не разобраться. Дело и так навалом. Завтра надо переключаться на забор. А потому начнём, пожалуй. Алис, мой покос закончен. Мелькала, правда, пораженческая мысль отложить. Часть дела на завтра. Но уж больно не хотелось сной впачкаться. Всё-таки не очень чистая эта работёнка покос бензокосой. То ли дело литовкой. Но, увы-увы. Здесь столько камушков. И всяких загогулинов, что бензокоса превалирует. Спасла лёгкая облачность. Дождя, правда, не обещают. Вновь мне светит вечерний полив. Но с сознанием выполненного долга. Можно переключаться на нечто иное. Ну, для смены деятельности необходимо только немножко прогуляться. Ну, как всегда, в совиной дол и посмотреть, что там творится. Вот у Кнопочка. Хм, поздоровалась, пошла искать собак. Кнопик. Они попрятались, покос не любят. Но скоро наверняка вылезут. Нет-нет, Роська с Машкой ещё не приехали. Ах, ещё две недельки подождать. И здесь опять станет шумно и весело. Не только мне, но и Кнопки, конечно, тоже. Уже окошки возникли. Хм. И бригада явно перекуривает и строит дальнейшие коварные планы. Да, вовремя зашла. Можно и пообщаться. А то ведь не дождёшься, когда они от дела оторвутся. Палые окрасноответственные совещания, потому не задержалась, чтобы не мешать. Ребята делают расчёты на гараж. А Тёма с мотоблоком пашет. Наверное, пашет. Хм. Ну-ну. Жизнь кипит. Все чем-то занимаются. И только я с чистой совестью, выполнив то, что планировала, могу позволить себе пошляться, прогуляться. Потискать кубика. Немного погодя. Опа. И посмотреть, что тут творится. Хоромы. Опять же для цветочков. Ой, а это что? По листикам на гортензию похоже, а по цветам ничуть. Ладно. Уточним. А что внутри? А тут полы. Ха-ха-ха. Уже возникли. И явно будет потолок. Так, а тут еще стены надо утеплять. Хм. Уютненькое помещение. А окон-то окон. А, это еще на эту стену поставят. Ух. Кудесники. Ну, что ты скажешь? Кто покоса, не пахота? Хм. Ну что ж, эффективно. Ну, я с такой тачкой вряд ли бы по своему участку прошлась. Ну, на Машкина, может быть, что-нибудь искосилась бы. Нет. Все-таки бензокоса как-то привычнее. А литовка Кубе это вообще песня. Думает. Залезать на коленки, не залезать. Вроде и надо, вроде и нет. Надо. Ну, без когтей никак это не сделать, Врош. Тушка такая. Вы ее не взвешивали в последнее время? Ну, она селась. Я думаю, сейчас килограмм 70. Да ладно. Было 6. Ну, было 6. Наедая сейчас. А у меня пушка, по-моему, больше не вырастет. Ну, хорошо. Мне нравятся миниатюрные игрушечки. Она на фоне Бонни так элегантно смотрится. И где пролезет? Пролезет. Она от него куда только не прячется. Смотри, какие нарциссы. А у меня такие же спустились. Ну, удивительно. Конец мая, нарцисс. Ну, это очень... Самый поднесотный. Ну, ты знаешь, настолько радует. Самые первые отцвели желтые. Большие. Это красивые цветы. Цикламенчики. Слушай, как я по-своему скучаю. Ну, он листик. Он еще жив? Да. Спасли от пуши. Ну, у меня вот на восточном окне они сейчас прямо в тряпочку вешаются от солнца. Да не пахнет. Оркедея моя. А это что? А это на стенку вешать. Я думала, там будет большая емкость, чтобы туда какие-нибудь цветы напихать. А емкости нет. Это такая смола, примерно. Красиво. Ну, ну. Да. Оригинально. Ну, вот эта маска мне больше нравится. Это какая-то очень хлебористая. Вот туда напихать. Слушай, я уже скучную траву видеть не могу. Этот пейзаж с косилкой. За два дня я как-то присытилась. Ну, все. Машка с Денкой приводят свой триммер. У меня последний раз был попрос на их участке, я полагаю. Да, конечно, последний. А то. Ну, 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 ну. Морошенье напускай. Так. Здорово. Ну, это для Пунька. Представляю, Пунька такой дом. Смотри, какая технология запирания крыши. А, поняла. Здорово. И Марилька красивая очень. Угу. Ну, не знаю, не знаю. Предпочет ли Пунька такой домик. Предпочтет, конечно. Но это уже в новый вольер надо вешать, а не старый. Очень классно. Угу. Вот эта идея из коряга, это вообще что-то. Классно. А кто это сделал? Слушай, это мне написал ВКонтакте мастер. Вот, говорит, давайте я вам пришлю. Я могу ссылочку в комментариях у тебя потом кинуть на него. Ну, конечно. Маленько, кто захочет такой же. Смотри, как у меня лук цветет. Я смотрю, у тебя там красный люпин цветет. Кстати, да. Люпин это отдельная тема. Пойдем посмотрим. Ну, сейчас. Слушай, а я накопала у себя целую кучу молодых вот этих ракомболей. Ну, лук-чеснок. Ну, вот растение, на котором шмель сидит такой красивый. Это не такое. Это гладиатор сорт. Я не знаю, какой сорт у меня. Ну, конечно, у тебя шапочка тут побольше. Но я просто могу тебе отдать. Не-не-не, мне не надо. У тебя очень большие листья. Они и так все сохнут страшные. Да, когда высыхают некрасиво. А у этих хотя бы низкие, то есть они почти не видны. Про какой ты лук говорила? Ну, вот про вот эти. А, вот это вот? У меня немножко другой оттенок. Твой более сочный. Слушай, у меня глазуновская примола пошла хорошо. Ну, это тоже. Она разрастает все больше и больше. Красиво. Такой сочный. Красотища. Но тебе-то еще косить придется. Да. А я-то мучилась. Страшно. Потому что сейчас ничего не видно. О, это у тебя сливы или яблони? Яблони. Подходить боюсь, но я что-нибудь наступлю. Можно и здесь пройти. Только за тобой еще. И цветы разноцветные. Ну, это какие-то уже отцветают, а какие-то только зацвели. И партнеры разноцветные. Ну, надеюсь, вот эти ветки вырастут в стороны. Лишь бы не съели зимой. Надо опорачивать чем-то. И слива вон цветет, видишь, как. Угу. А вот тут у меня померло. А у меня сегодня первая аквилегия распустилась. Угу. А что это такое, желтеец? Так это же этот, где вербейник монетчатый, только желтый цвет. Ну, и гвоздички уже возникли. Не гвоздички, это армерия. Ой. Да. Ну, надо же самозаселись. Хм. Ну, это такая палитра. Палитра невообразимая. Красотища. Махровый пион. Он колесный. А я издалека затюкан приняла. Думала, что за чудо. У меня, смотри, рябки семена решил дать. Раз вижу такие. И этот тоже. Ну, вот этот пока маленький. Надо посмотреть, что будет. Ну, красивый стук. У меня после стройки пион все-таки выжил, который я не смогла пересадить. Свести точно не будет, но сам факт, что он еще существует, это уже приятно. Ладно, пойду я в избушку залезу и вырезать начну. Странный сувиль попался. Ну, совершенно непонятная форма была. Ну, сейчас я начала уже кое-как определяться. А это что за сорт? Сорт? Ты думаешь, я помню? Нет, то, что петуния, я знаю. Ну, какая-то то. Это же тоже от Натальи Базунова. У нее, по-моему, все цветочки были подписаны. Правда, я не знаю. На это не заморачивалась. Где-то были бирки, где-то они у меня перемешались. Оригинальный цвет. Мне как бы это ни к чему узнать сорт, потому что полосатые. Ну, полосатые. К тому же у нее где-то была смесь такая окрасок. А причем все цветы разного окраса. Ну, как обычно. Причем за деревяшечку браться. А манит и зовет. Столько всего предстоит. Надо ролик закачать. Смонтированный уже. Предварительно его присмотрев. А между тем пробудили скотики. Что пушь, что бонифаций. Потягиваются, зевают и явно собираются на прогулку. Ах, котейки. Ну, пушь, как истая котетка. Сначала приводит себя в порядок. Вылизывается. Ну, а теперь можно и погулять. Все. Первый пошел. И вот мы действительно все рисуем с Бонни. Сначала потягушенькие когти поточить. Об утеплителе импровизированный. А потом выдвигаться. Ладно, удачи. А я займусь делишками своими. Как всегда. И вечер наступил. И время принеслось незаметно. И пушка уже успела нагуляться. А я на сокращаться стамесками. И вот. Стараюсь что-то выколупать. Уже нечто вроде букета оформила. С листочками. Ой, насколько что-то еще колупаться. Но сейчас одна голубая мечта. Душек принять. На улице солнышко. Поставить. Воду погреться. За счет электроприбора. Налив ее в бак из ведра. Она уже стоит с утра. Греется на солнце. Чтоб быстрее все произошло. Ну, а затем, как обычно. Огородик. А позже весен. Может быть даже. И заслуженный отдых. Будем надеяться, что все состоится. Да, Боня, да. Все задумано и сделано. И принят душек. И полит огород. И вот теперь. Вот звунывный звук косы соседа. Ну, вот эти угодья. Косить не перекосить. Какая-то я рада, что своим вариантом по косу развязалась. Бреду теплицу закрывать уже вторую. Хотелось бы, хотелось бы дождя. Ну, что поделаешь. Еще не скоро. Ну, вот и пруд уж начал зацветать. Покрылся тинкой. Покрылся. 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 Лени, что она и всегда такой была. И уже этот страшненький розовенький домик, не знаю, я уже свое жилище подобным не представляю. Спасибо мастерам. А им еще тут долго порабыть придется. Много работы в нашей деревне. И это здорово. Ну, ладно. Закрывать и солнцем присесть попрощаться в обыкновении. Ух ты! Чего-то рано наши рабочие-то пожаловали на планёжку. Подъехала машинка. Ждут. Нет, милые традиции, надо встречать у калитки. А то комары успеют съесть. Ну ладно, пойдём на кофе и пораньше выйдем на своё рабочее место. Машинка завелась, ребята поехали. Пока сидели кофе пили, обратили внимание, что из скворечника высовывается птичка. Но! Странного окраса для скворца, на мой взгляд. Коричневатая. Ой, пыталась её сфотографировать, увеличила. И что там, кажется, что там кукушонок оказался. Надо будет фото Ники показать. Долго выжидала, пока была возможность снять этого самого птенца. Но не знаю, не знаю. По-моему, скворцы кормят отнюдь не своего отпуска. У меня уже однажды подобное случилось. Было такое. Ладно. День начинает вступать в свои права. Пока ещё прохладно. Но надо приступать к новой затее. Хм. Сегодня у меня в ассортименте доски, столбы, бур ручной. И надо забор восстанавливать. Пожалуй, начну вон оттуда. А пока избушка была старой, всё крепилось непосредственно к ней достаточного размера гвоздики. Ну, а теперь всё иначе. Жалко вбивать в подобную поверхность под камень и портить пластик. Да, собственно, если гвоздик вбить, то всё расколется. Саша меня предупреждал, что подобное можно только сверлить. Так вот, теперь мне предстоит задача. Вот тут, где я поднимала уровень, потому что очень крупный уклон был, и пришлось сюда грузовик песка выгрузить, камушков набросать, чтобы получить нормальную строительную площадку. Вот тут надо делать отверстие. Загонять столб предварительно отработкой смазов. И затем новые жерди закреплять, так, чтобы они не прикасались к дому. Ой, две точки обтеляют прямую, поэтому без столба никак не обойтись. Ну, а потом заниматься уже вот этим ходом. Ладно, будем думать и гадать, как проблему завершать. Для того, чтобы завершить, ей ещё предстоит начать. Ну что ж, здоровья всем и удачи! А я попытаюсь что-нибудь сотворить. До свидания!